Мировая экономика прошла длительный путь своего развития, прежде чем обрести сегодняшний облик. Если говорить об истории развития общества, то еще с древних времен люди торговали какими-то благами, которые невозможно произвести здесь, на месте, сейчас. Но в большей степени мировая торговля тех периодов носила некий эпизодический характер. Если говорить про развитие мировой экономики как науки, то можно привести в пример эпоху великих географических открытий. Многие государства, для того чтобы получить доступ к каким-то ресурсам, либо увеличить возможности использования этих ресурсов, были вынуждены открывать новые территории и искать эти ресурсы там. Соответственно, в тот период характеризуется развитием колониальной системы. Многие страны европейские, разграбляя те же самые, например, американские территории, накапливают капитал и, имея возможность вкладываться в научную деятельность, развивают свою промышленность на основе новых технологий. И здесь формируется некий такой замкнутый круг, то, что новые технологии потребляют больше ресурсов, и, соответственно, эти ресурсы нужно где-то брать. То есть в большей степени эти периоды характеризуются борьбой за ресурсы. Соответственно, развитие промышленности 17-18 века приводит к тому, что увеличение объемов выпуска промышленной продукции требует поиска новых рынков сбыта. Добавляя, кстати, сюда еще и возможности перемещения капитала. Потому что, например, банковская система Англии, она в большей степени получила свое доминирующее влияние в европейской части света за счет того, что обслуживала внешнюю торговлю средиземноморской части света. Под воздействием излишков капитала развивается наука, развивается промышленность, и уже идет борьба за распределение рынков сбыта и влияние в мире среди нескольких государств. Если говорить про 18-19 век, то этот период характеризуется бурным развитием промышленности. Например, с 1870 по 1913 годы объем производимой промышленной продукции увеличился в пять раз. И здесь многие страны сталкиваются уже с тем, что необходимо расширять свое влияние в мире и начинают бороться за рынки сбыта. Таким образом, конкуренция между странами за ресурсы и за рынки сбыта приводит уже к двум мировым войнам. В истории всегда можно найти примеры тех событий, которые происходят сегодня, но в несколько ином контексте. Так, например, Первая мировая война привела к сокращению человеческих ресурсов, к сокращению производственных мощностей на территории Европы. Экономическая блокада России в 1917 году и исключение ее из мирохозяйственных связей на долгий период времени затормозила развитие мировой экономической системы. Если говорить о периоде Второй мировой войны, то этот период характеризуется с валютной точки зрения формированием Бреттон-Вудской валютной системы. Это не значит, что валютной системы ранее не существовало. До этого были и парижская, и генуэзская валютные системы, основанные на золотом стандарте. Но Бреттон-Вудская валютная система заложила основу той экономической системы, которую мы наблюдаем сейчас. Потому что именно в период Второй мировой войны происходит закрепление за американским долларом ключевой резервной валютной единицы. И, что немаловажно, американский доллар того периода обеспечивался золотом. Затем в 70-е годы происходит распад Бреттон-Вудской валютной системы, и весь мир переходит к Ямайской валютной системе. То есть ни одна из стран, подписавшая соглашение о вхождении в Ямайскую валютную систему, не имеет возможности выражать свою валютную единицу через золото, либо какой-то иной драгоценный металл. Это коренным образом меняет всю экономическую систему нашего мира. В 60-е годы происходит деколонизация многих территорий, и в конечном итоге эти новые развивающиеся страны, они начинают активно включаться в мировую торговлю. В 70-е и 80-е годы в большей степени характеризуются углублением интеграционных процессов на территории Европы, развитием глобализации во многих частях света, и в конечном итоге формируются транснациональные компании, которые во многом становятся двигателем этой глобализации. Также в 70-е и 80-е годы нарастает противоречие между социалистическими и капиталистическими странами, что в 90-х годах приводит в конечном итоге к распаду Советского Союза. Если говорить про историю 21-го века, то многим 21-й век уже знаком не по учебникам, а по большей степени новостным лентам. Если глобально рассматривать данный период, то в 21-м веке формируется уже глобализация в цифровом пространстве, формирование цифрового общества, и данный период времени характеризуется нервономерностью доступа к цифровым технологиям на территории многих государств, что, опять же, порождает конкуренцию между странами и попытки распределить зоны влияния в этой сфере. В качестве интересных источников можно порекомендовать некоторые книжки. В частности, я бы порекомендовал книгу автора Эткинда «Природа, зла, сырье и государство». В этой книге достаточно подробно рассматривается конкуренция между странами за ресурсы, и каким образом страны в борьбе за ресурсы меняли климат на своей территории. Ознакомившись с данной книгой, можно легко проследить, каким образом страны боролись за доступ к тем или иным ресурсам. Также можно порекомендовать книгу Даниэла Ергена «Новая карта мира». Книга рассказывает о противостоянии стран по захвату ресурсов, по расширению сферы своего влияния. И новая книга, переиздание было, в большей степени рассказывает о новейшей истории, о XX-XXI веке, каким образом прослеживались интересы конкретных правительств, правителей, интересы бизнеса по взаимодействию на территории различных стран и подчинению различных других государств своему влиянию. Книга очень интересная и многогранная. Рассказывает не только о экономических предпосылках тех или иных действий, но и также о политической подоплеке всего того, что происходит. Спасибо за внимание.